Приветствую, друзья! Это программа ХайТек. Меня зовут Екатерина Махова. Это значит, что в ближайшие минуты вы с головой погрузитесь в мир удивительных изобретений и полезных гаджетов, которых в мире огромное количество. Каждую неделю всевозможных техно-новинок мы выбираем лучшее, чтобы удивить вас и помочь с выбором полезных для себя девайсов. Сегодня мы вновь подготовили массу интересного, так что не переключайтесь, впереди анонс. Список удивительных профессий пополнился еще одной. Теперь нам доступна специальность профессионального оператора беспилотных летательных аппаратов. Домашний огород в стиле ХайТек. Разработчики порадовали мир футуристичной системой выращивания растений. А также наш ТОП мы сегодня посвятили гаджетам для ваших домашних питомцев. Мой коллега покажет вам во всей красе свою новую игрушку, а Кира расскажет об очередной киноновинке. Обо всем этом через мгновение. Не переключайтесь. Больше всего меня обычно радуют простейшие устройства, которые на самом деле не являются гаджетами по своей сути, а скорее это просто вещи, до которых раньше никто не додумался. Вот, к примеру, шнурки. Давно это простейшее приспособление не дает покоя разработчикам, что они только не придумывали, чтобы облегчить процесс завязывания шнурков. Мне попадались и магнитные, и силиконовые, и даже самозашнуровывающиеся шнурки. Но вот следующее приспособление мне сразу понравилось, как говорится, простотой конструкции. А главное, вам понадобится лишь одна рука. Необычные шнурки под названием Quick Shillace скорее не шнурки вовсе, а шнурок. Когда вы вденете его в вашу любимую обувь, то затянуть вам понадобится только один хвостик вместо двух. Особое крепление позволяет обходиться одной рукой. Вместо вязания узла здесь удобный карабин-кнопка. Quick действительно подходит для любой обуви. Авторы предусмотрели разные расцветки, так что шнурки будут прекрасно выглядеть и на любимых кедах, и на строгих деловых туфлях. Шнурок очень эластичен и всегда крепко держит обувь на ногах. Смотрится он довольно стильно, и даже специальный карабин не портит внешний вид. Скорее наоборот. Производитель даже готов предложить модникам светящуюся модель. Стоимость замечательных шнурков Quick Show Lace – 21 доллар, из которых 5 уйдет на оплату доставки в Россию. Релиз состоится уже в марте 2017 года. Следующую новость я посвятила нашим любимым беспилотникам, но нет. В этот раз речь пойдет не об очередной новинке в супермодной линейке девайсов, а скорее новых вариантов их использования. Если играться с вашей игрушкой вам уже надоело и хочется перейти, как говорится, на совсем новый уровень, приносить пользу и достигать профессиональных высот, то эта новость как раз для вас. Ведь в нашей стране появилась новая профессия – оператор беспилотника. На самом деле учебные заведения, которые готовят таких специалистов, появились не сегодня. Только вот делали они это по своей инициативе и без государственного контроля. А потому и настоящее свидетельство выдать не могли. А вот теперь, когда это решение будет принято, каждый сможет не только освоить новую для себя профессию, но и получить на руки свидетельство пилота, одобренное Росавиацией. Для того, чтобы это стало возможным, был разработан специальный стандарт оператора дрона, который уже отправлен на одобрение Минтруда. Если его одобрят, то на его основе будет разработана учебная программа для сотен желающих освоить профессию будущего. Различные СМИ утверждают, что это произойдет уже в начале этого года. Это событие позволит начать активное использование дронов в самых разных сферах жизни, ведь профессиональные операторы смогут обеспечить безопасность таких перелетов. Беспилотники смогут летать на очень большие расстояния и перевозить не только грузы, но и людей. Стоит заметить, что такие испытания уже проводятся. В нашей программе уже не раз упоминались различные девайсы, упрощающие жизнь тем, кто неравнодушен комнатным растениям. Лично я комнатную флору не очень люблю, в основном из-за сложного ухода. Под моими руками умерло уже не одно растение, я себе сказала – хватит. Здесь нужен талант и какой-то особый дар, который есть далеко не у всех. Хотя так хочется свежей зелени, ведь здесь на севере это главный деликатес. Как бы странно это ни звучало для землян. В общем, на днях на просторах сайта Кикстартера я случайно нашла одно чудо, которое способно помочь каждому, кому сложно справиться с этой задачей в одиночку. Стартаперы из Нью-Йорка придумали оригинальную модульную систему Plug-and-Plant, которая делает выращивание домашнего сада простым и интересным занятием. Внешне новинка представляет собой аккуратный, довольно футуристичный вертикальный сад, в котором может расти 12 разных растений одновременно. Специально панелью устанавливаются небольшие ячейки с растениями. Система оснащена всем необходимым – датчиками температуры, влажности, освещенности, систему полива и резервуаров для воды в форме облака. Панель закрепляется на достаточно освещенной стене, устанавливаются ячейки с растениями и подключается к системе полива, после чего все необходимое вам расскажет ваш смартфон с помощью специального приложения. Результат – красивые цветы или полезные овощи, салат, зелень, за которыми теперь не нужно ходить в магазин. Система вовремя напомнит, что пора залить воду в облако, а также покажет, насколько счастливы ваши растения. А еще этот девайс станет настоящим живым уголком в вашей квартире и довольно интересным дизайнерским решением, на мой взгляд. Минимальный набор обойдется в 49 долларов, и полноценная система – в 189. В рубрике «Наши гаджеты» сегодня мой коллега Марсель вновь поделится впечатлениями о своем новом приобретении. На этот раз речь пойдет о машине на радиоуправлении. Итак, Марсель, это не просто машина, это я уже вижу просто сразу с первого взгляда, это прям какая-то внушительная техника. То есть я-то себе представляла, когда ты сказала, что у тебя машинка, я вот такую ее представляла. Марсель, наверное, я и хотел тебя немножко поправить, когда ты сказал в анонсе – игрушка. Это не является игрушкой, на самом деле это модель, так называют, скажем, модель автомобиля на радиоуправлении. То есть я занимался в свое время автомодельным спортом. Ну, давно была такая идея, может быть, не начать, конечно, это здесь, в Ярцеве, но, по крайней мере, начал с себя, так скажем. Вот, и думаю, может быть, возможно, это интересует многих людей, родителей, привлекало внимание у всех. Ажиотаж был. Да, изначально, потому что все ошибочно воспринимают ее, как какую-то игрушку. Но когда видят ее возможности, то есть модель разгоняется до 60-70 км в час, ну, и когда видят эту мощь, то есть все начинают интересоваться, что, где приобрел, что это такое. Скажи, что в ней от настоящего автомобиля? Есть двигатель, система охлаждения, подвеска, масляные амортизаторы, дифференциал стоит сзади и спереди. То есть здесь в центре идет кардан, усиленная рама из алюминиевой пластины. Именно вот эта модель называется трагель. То есть она предназначена для езды по бездорожью, для прыжков с трамплинов и так далее. То есть, ну, просто, чтобы получать удовольствие. Удовольствие. Ты сказал, что хотел бы, чтобы это стало более-менее массовым явлением, чтобы заинтересовало эрселинцев. А насколько доступно по деньгам вообще это устройство, так сказать? Ценовая модель является китайской. То есть за это спасибо китайцам. То есть они дают возможность приобрести это более... За разумные цены, потому что американские модели оригиналы стоят там 50-60 тысяч. В такую модель можно вложить около 10 тысяч рублей. Ну, минимум. О, ну это доступно, в принципе. То есть все детали заменяемые. То есть даже если что-то произойдет, то можно заказать также на том же сайте, да, грубо говоря, и поменять. Да, все это подменяется без проблем. Это пульт, это все понимаем? Да. Без управления. По аналогии с автомобильным рулем. Справа, влево. Ну, рули. Сейчас включим модель. Сейчас покажу мощь примерно. Впечатляет. Паралет. Моя соведущая Кира продолжает открывать для себя огромный мир кино. Видимо, пора мультфильмов, хоть еще и не прошла, но уже отодвинулась на второй план. Сегодня она расскажет об интересной новинке под названием «Фантастические твари и места их обитания». Это, по сути, приквел к широкоизвестному Гарри Поттеру. События происходят еще до его появления. После этого фильма у нашего юного критика возникло желание посмотреть знаменитую франшизу. Итак, слово Кире. Привет! Меня зовут Кире Сапарфекова. И мы сегодня поговорим о нашей программе, о фильме... Волшебники. Короче, волшебные животные. Там были волшебники, которые есть палочки волшебные. Ну, один человек узнал, ну, их тайны. Короче, он догадался, что там делают. И, короче, у него в чемодане есть такой парк, где всякие волшебные животные. Это не сон. Что меня выдало? В голове не укладывается. Некоторые животные пропали. И надо было их вернуть. Они сразу покорили все места, где были животные волшебные. И все. Это все, кто сбежал из чемодана? А когда я сразу этот дяденька зашел прямо туда, где холодно, там был такой вирус черный. Время уходит, мистер Саламандо. Там был еще дяденька, который заставил мальчика забрать волшебную палочку у девочки. Он оказывается злой. Он притворялся быть таким грустным, плакающим. Оказался главным монстром в этом городе. Интересный очень фильм. Он не страшный просто. Можете его посмотреть. Дальше будет еще и интересный фильм. С вами была Кира. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока! Пока! Бига! Каждый наш выпуск мы обязательно показываем новый топ самых интересных гаджетов, свежих фильмов или видеоигр. О чем мы уже только не говорили. Каких только подборок не готовили. И вот на этот раз я задумалась, почему за 47 выпусков я ни разу не вспомнила о братьях наших меньших. Может просто потому, что у меня нет домашнего питомца, потому и не пришли друзья лохматые в мою голову. Но ничего. Сегодня исправлю это недоразумение. И представлю вашему вниманию топ самых забавных девайсов для ваших питомцев. Смотрим. Если вам не безразлично, о чем думает ваш питомец и насколько он счастлив, живя с вами под одной крышей, то первый гаджет вас точно заинтересует. Широсеру М это не просто потрясающая игрушка для собаки-кошек. Уникальный аксессуар поможет владельцам следить за поведением своих домочадцев на протяжении целого дня. Техническое устройство прикрепляется к ошейнику, фиксируя 20 разных типов поведения. После этого синхронизируется с приложением Эникоу. Главная цель таких проверок – найти болезни питомцев на самых ранних стадиях и понять, чего же ему не хватает. Уникальный проект на данный момент ищет поддержку на краудфандинговом сервисе Японии. Организаторы собираются собрать минимум 4 тысячи долларов за ближайшие пару месяцев. Специально для этого компания предлагает пораньше заказать свой девайс, стоимость которого около 40 долларов. К сожалению, в настоящее время устройство предназначено лишь для рынка Японии, но уже понятно, что это дело времени. Если нужная сумма будет набрана, производство гаджета для реализации в мире не заставит себя долго ждать. В крайнем случае у китайцев можно поискать аналоги. Самая главная функция хозяина в жизни животного – это своевременная и качественная выдача положенного в день корма. Ничего сложного, по сути, если только ваш рабочий день не длится допоздна, без возможности отлучиться домой, чтобы покормить своего лохматого друга. Для таких занятых устройство PetNet Smart Feeder станет настоящим спасением. Это не что иное, как кормушка с дистанционным управлением. Устройство позволяет выдавать кошкам и собакам еду порционно, как автоматически, так и в ручном режиме удаленно, из любого места. Кормушка предназначена для сухого корма и будет выпускаться в двух размерах, в зависимости от объема контейнера для корма и в трех цветовых решениях. Устройство подключается к домашней сети Wi-Fi. Управление кормушкой осуществляется из специального приложения с компьютера или мобильного устройства на разных платформах. В приложении предусмотрена статистика потребления в калориях, а также рекомендации по питанию и порциям. Сейчас предзаказы на Indiegogo принимаются по цене 199 долларов. Планируемая розничная цена после выпуска в продажу – 249. Следующий девайс сразу натолкнул меня на мысль о том, что это тот самый выход для хозяев, которые боятся, что их пес попадет под плановый отстрел. Светящийся ошейник в любое время суток привлечет внимание и даст понять чужаку, что этот пес – домашний. Мало того, ошейник еще и умный. Куда без этого? Заваться девайс довольно просто – бадди, то есть приятель. В состав его конструкции входят OLED-экран, модули Bluetooth, GPS и Wi-Fi, светодиоды по контуру и спереди, трехусный акселерометр, датчик освещенности, цифровой термометр и аккумулятор, которого хватит примерно на две недели использования ошейника. У ошейника есть GPS-датчик, который позволит хозяину отследить своего питомца. Устройство также следит за физической активностью животного и его питанием. Встроенный датчик измерит температуру тела животного и предупредит хозяина, если собака замерзла или наоборот страдает от жары. Также бадди дружит с разными системами умного дома, включая замки и освещение. Помимо еды и сна в теплом сухом помещении, вашему питомцу жизненно необходимо общаться и играть. Опять же, не всегда у хозяина есть время на занятия со своим животным, особенно в конце тяжелого трудового дня или в свое отсутствие. Для этого разработчики как раз и создали специальный мячик – Playdate Smart Ball. Эта полезная смарт-игрушка стала действительно по-настоящему инновационным гаджетом, который полюбили и кошки, и собаки, и хорьки, и другая живность, которая проводит свое время вне клетки. Смарт-шарик управляется со смартфона из любой точки планеты. С помощью встроенного Wi-Fi-модуля улавливаются ваши манипуляции в фирменном приложении. Управление ведется при помощи запатентованных механизмов, позволяющих толкать конструкцию в любом из четырех направлений. Через встроенную веб-камеру, которая сохраняет всегда горизонтальное положение и не крутится вместе с шаром, вы сможете следить за перемещениями домашнего питомца по квартире, когда вас нет дома, или даже играть с ним. Чтобы привлечь внимание кота или собаке, применяется встроенный высокочастотный динамик. Девайс удара прочно, обладает высокотехнологичной подвеской камеры и обеспечивает прочность при нагрузке даже самыми сильными челюстями собак, бойцовских пород. Проект уже начал сбор народных инвестиций на IndieGoGo. Первым инвесторам игрушка обойдется в 149 долларов. Последняя героиня нашего сегодняшнего топа – ничто иное, как игровая консоль для домашних питомцев, настоящая игровая приставка для братьев наших меньших. С ее помощью животное можно не только развлечь, но также обучить и накормить. В нижней части консоли установлена сенсорная панель из прочной резины, касаясь которой собака может реагировать на свет и звуки, который издает CleverPad. При этом консоль способна регулировать сложность заданий по ходу игры, учитывая поведение и скорость реакции животного. За правильно выполненное задание, например, своевременное нажатие лапой на горячие лампочки, собака получает небольшую порцию корма, который заранее засыпается в консоль. Устройство имеет низкий центр тяжести, поэтому опрокинуть его и рассыпать корм по комнате вряд ли удастся даже самому активному животному. Хозяева могут следить за успехами своего пса с помощью сайта или мобильного приложения, когда их нет дома. CleverPad помогает вести наблюдение за развитием животного, выявить его склонности, привычки, особенности характера, а также тренировать определенные навыки. Сейчас на Кикстартер устройство можно купить за 199 долларов. Проект народного финансирования продлится до 2 июня. Такие устройства сделают жизнь ваших питомцев легче и интереснее, не применяя вас лишними переживаниями. Работайте спокойно, вашим друзьям есть чем заняться. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Если вам есть чем поделиться или похвастаться, не стесняйтесь. Нам всегда интересно, какими гаджетами пользуетесь вы в свои выходные и будни. Пишите, звоните, обсудим. Это была программа ХайТек. Не переставайте удивляться вместе с нами. Встретимся через неделю, в том же месте, в тот же час. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»